Добрый вечер! В Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут наши корреспонденты в студии Наталья Белышева. Полтора миллиона долларов на госсчета упали деньги Беглого Януковича. На что их потратят? Очень ценный сотрудник. Насколько вырос оклад главы «Навтогаза», пока украинцы ужасались новым платежком? Закатал рукава, пока детективы выясняют происхождение миллионов Олега Лешко, политик под шумок затеял ремонт в новом особняке. Операция конфискация на счета госказначейства. Сегодня поступили 40 миллиардов гривен. Это деньги со счетов беглого президента Виктора Януковича. Его адвокаты, к слову, уже прокомментировали события. Как удалось вернуть эти средства и на что их потратят? Разбиралась Анна Каменева. Не на проедание, а на оборону и социальные проекты. Почти полтора миллиарда долларов или 40 миллиардов гривен уже фактически на счетах госказначейства. Часть денег пополнит золотовалютные запасы, что, по словам президента, укрепит гривну. Остальные на укрепление обороноспособности страны и социальную поддержку украинцам. С таким предложением президент обещает обратиться к парламенту. Оконфискации отмытых денег семьи Януковича после революции не говорил только ленивый. И даже закон о спецконфискации через Раду протащить пытались. И не один раз, но тщетно. Потеряв на этот закон впустую много времени, сил и наделав множество громких заявлений, депутаты так ни к чему и не пришли. В итоге вернули деньги через суд. Как рассказал генпрокурор. Сегодня он собрал пресс-конференцию. По его словам, участник преступной организации беглого президента раскрыл всю подноготную схему, как и кто отмывал деньги, украденные из госбюджета. За это получил условные сроки защиту, а ГПУ – вердикт Краматорского суда о конфискации миллиардов на счетах компаний в Ачат, Приват и Эксимбанках. Прошел месяц, апелляцию никто не подал. Значит, решение вступило в законную силу, заявил генпрокурор. Имя разоблачителя бывшей верхушки Луценко, конечно, не назвал. Рассказал лишь, что деньги выводили через почти полтысячи компаний и офшоров, а отмывали, покупая ценные бумаги. Кошты, срештою, выплывали або на Кипре, або в большинстве своей на территории Латвии. Звучит эти деньги заходили в Украину. Я взяли до сих пор дивуюсь, почему колумбийская мафия не использовала такую красивую возможность отмывания коштей. Беглый Янукович все отрицает. А потом сегодня заявил его адвокат. Защита даже подала иск о опровержении этой информации, но у генпрокурора и на это есть ответ. У меня есть решение суду, в котором четко установляется, что злочинная организация Януковича делала такие-то финансовые кроки. И именно деньги этой злочинной организации сегодня конфискованы. Это не деньги физического гражданина Януковича. О готовящейся конфискации знали только пять человек в стране, сообщил Луценко. Вел дело военный прокурор сил АТО Константин Кулык. Он, кстати, сейчас под подозрением. НАБУ и САБ обвиняют его в незаконном обогащении. Суд продолжается. Но это никак не смущает генпрокурора. Хочу процитовать китайского классика. Неважно, какого кольора кишка, если она приносит злочин. В данном случае, если кишка не выполнила никаких злочин, а есть на думку кого-то черную, она мне нужна. Еще раз подкреслю, если она не выполнила никаких злочин, а это установлен только суд, сегодня этот кит принес очень необходимый злочин для украинского народа. Кстати, решение суда о конфискации дает право Украине в рамках международной конвенции требовать возвращения денег семьи Януковича и от Латвии, хотя бы их часть. 50 миллионов евро в прошлом году латвийские власти списали со счетов беглых чиновников свой бюджет. Уже очень долго там ждали решения украинского суда. Теперь есть шанс и их вернуть. Анна Каменева, Виталий Коваленко, подробности телеканал Интер. И уже 4 мая в Украине начнется заочный суд над Виктором Януковичем по обвинению в госизмене. Об этом сообщил президент Петр Порошенко, сославшись на генпрокурора Юрия Луценко. У следствия имеются неопровержимые доказательства вины Януковича, заверил глава государства. Напомню, бывший президент вместе с семьей и ближайшим окружением сбежал в Россию в конце февраля 2014 года. Но, несмотря на это, беглецу еще год начисляют пенсию в размере 15 тысяч гривен, ежемесячно сообщает агентство РБК Украина. О чем свидетельствуют выписки по двум счетам Януковича в Ощадбанке. Согласно этим документам, последняя пенсионная выплата была 3 февраля 2015 года. Не Януковичем Единым в генпрокуратуре сообщили, что в расследовании против столичных полицейских, которых подозревают в убийстве, похищениях и пытках, есть новые подробности. Как оказалось, они находили потенциальных жертв, используя горячую полицейскую линию 102. Чаще всего это были одинокие пенсионеры и малоимущие жители столицы. Киевские копы запугивали и пытали своих жертв. В ГПУ не исключает, что за этим преступлением стоит целая группа правоохранителей. Ветераны и пенсионеры МВД намерены организовать многотысячные акции протеста и провести общенациональный форум прямо в центре Киева. Об этом отставные силовики сообщили на встрече в Доме культуры МВД, где в очередной раз они обсуждали необходимость пересчета пенсии, обещанного еще в прошлом году министром внутренних дел Арсеном Аваковым. 1 мая они собираются организовать на Крещатике протестный митинг. Если это не принесет результатов, обещают привезти в столицу сотни тысяч ветеранов МВД. Я буду пропоновать проводить национальный форум ветеранов, там будут сотни тысяч, сотни тысяч. Столько вместят центральные улицы города Киева, столько будет там ветеранов, и у нас будут четкие требования. Первое, адаптация пенсии до нормального размера. Другое, повага и увага с боку влады к этих людей. Ну и остальное, самое главное, создание МВД. И пока одни еле сводят концы с концами, зарплаты других раздуваются до внушительных размеров. Оклад главы НАК «Нафтогаз Украина» Андрея Коболева только за прошлый год вырос в 17,5 раз. С 6 миллионов до 20. Об этом свидетельствует декларация Коболева. Также в собственности главы НАКа два задекларированных автомобиля премиум класса и гидроцикл. А вот недвижимости и земельных участков, которые Коболев показывал в 15 и 16 годах, уже нет. Сотрудники службы безопасности поймали на взятках двух офицеров вооруженных сил. За небольшие, но все же деньги, 200 гривен, они выдавали пропуски через линию разграничения. Вымогатели задержали на контрольном пункте Марьинка на горячем. У офицеров изъяли боеприпасы, чужие паспорта, российскую валюту. Установлено, что для ускоренного изготовления пропусков военные сотрудничали с террористами так называемых ДНР и ЛНР. По всем этим фактам открыто уголовное производство. Сейчас задержанным избирают меру пресечения. 30 тонн контрабандных российских минеральных удобрений обнаружили в Полтаве. Продукция была не сертифицирована. По информации правоохранителей, местные дельцы организовали также производство поддельных удобрений для сельхозпроизводителей. И продавали товар фермерам, выдавая его за продукцию известных брендов. Во время обысков на складах выявили почти 170 тонн сельхозхимии, а также составляющие для ее производства. Вся продукция и финансовая документация изъяты. Кстати, российских удобрений в Украине в избытке, в частности аммиачные селитры. Первый поставщик это российский Еврохим, который, кроме прочего, работает на оборонпром России. За три года эта компания заработала в Украине более полумиллиарда долларов. Напомню, что доминирующие позиции на рынке Еврохим приобрел со времен премьерства Арсения Яценюка. Петр Порошенко передал украинским пограничникам полученную от американских партнеров современную технику на сумму более 20 миллионов долларов. Это 500 комплектов, в том числе стационарные, автомобильные, ранцевые и портативные радиостанции. Порошенко отметил, что современная техника повысит эффективность охраны государственной границы. Кроме этого, глава государства поручил пограничникам не допустить очередей на границе в связи с ожидаемым получением безвизового режима с ЕС. Я ставлю вам завдание обеспечить высокое качественное обслуживание государственным сервисом при перетене государственного кордона граждан Украины и наших гостей. Двое украинских военных погибли за минувшие сутки. Еще пятеро были ранены. В Мирной Красногоровке мины разрушили 8 домов. Боевики 31 раз открывали огонь. Не прекращаются обстрелы в районе Донецкой фильтровальной станции под Есиноватой. С передовой наш военкор Ирина Баглай. Мы стреляли с БМП. И вот что мы имеем. Добротные дачи после обстрелов боевиков превратились в руины. Там до сих пор стоит запах гари. Наемники специально бьют с зажигательными снарядами, чтобы выжечь поселок. Летит беспилотник, снимает позиции, снимает какое-то передвижение, концентрация техники. И потом по данным координатам работают непосредственно минометы. И этот поселок, и село Крутая Балка напротив были буферной зоной, пока боевики, вопреки договоренностям, не пошли вперед. Своё присутствие обозначили почти на каждом доме. В захваченной Крутой Балке, чтобы освободить частные дома для своих позиций, придумали эвакуацию. Впрочем, убеждать людей покинуть жильё пришлось под дулами автоматов. Мы наблюдали, как приезжали машины, люди грузили свои вещи и уезжали. Потом приезжали, видно, люди остались. Даже со стрельбой, видно, пытались выселить. Люди жили. Где-то 12 семей, 8-12 семей там присутствуют. Пехотинцы оттеснили боевиков из дачного посёлка. И теперь артиллерия противника постоянно накрывает их минами. Здесь есть село Василевка. Они ставят там миномёт. Как правило, Василёк стоит на прицепе. Они подержают, отстреляют и уезжают. Не даём ответку, поскольку это с жилых массивов. Там уже направление сановатое. Это сейчас, вы слышали, 120-й пришёл. Вот такое, типа, из-под тяжка. В крутой балке боевики заняли ближайшие к армейским позициям улицы. Они вырвали с одной до второй улицы окоп. Там наблюдатели или какая-то позиция. Чем меньше расстояние до наших позиций, тем намного легче их проскочить. Кто открывает огонь, видно по состоянию домов по обе стороны линии огня. В дачном посёлке под контрольным ВСУ ни одного уцелевшего, а захваченную наёмниками крутую балку, не зацепила война. Только армейцы фиксируют, как в последнее время всё чаще туда подвозят боеприпасы и стягивают тяжёлую технику. Подрыв автомобиля ОБСЕ не был несчастным случаем. Об этом заявил первый зам специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хук. По его словам, оружие, вероятно, мину заложили намеренно. Напомню, автомобиль с наблюдателями миссии подорвался в прошлое воскресенье в районе села Пришип на неподконтрольной Украине территории. Погиб гражданин США, ещё двое гражданин Германии и Чехии получили ранения. В Одессе с сегодняшнего дня повышенные меры безопасности. Так город готовится к третьей годовщине событий 2 мая 2014 года. Как силовики собираются предотвратить возможные беспорядки и есть ли прогресс в расследовании майской трагедии? Подробнее мои коллеги. Одесская полиция отчитывается о ходе расследования майской трагедии, а у журналистов дежавю. Как и год назад звучат всё те же общие фразы. Следственно-оперативная группа обновлена, назначены дополнительные экспертизы. С начала года подозрение объявлено четверым. Журналисты негодуют, дескать, мало конкретики. До сих пор непонятно, что же три года назад произошло в Доме профсоюзов, где во время пожара погибли 42 человека. Начальник областной полиции парирует тайна следствия. За три месяца 2017 года сделано больше, чем за весь 2016 год, извините. И есть реальные пидозры и люди в розыске. Мы будем задерживать этих людей. И мы не стоим на месте. Спасибо за внимание. Общественники, которые контролируют дело 2 мая, такими ответами недовольны. Впрочем, признают, ничего удивительного. С самого начала следствие велось, словно специально, чтобы уничтожить важные улики и завести расследование в тупик. Это не просто халатность, уверены активисты. Если бы они не боялись затронуть фигурантов, важных, крупных, то с этим давно было бы уже покончено, была бы поставлена точка. А так получается, что у нас перспектива такая, что точка не будет поставлена никогда. А на самом месте событий у Дома профсоюзов сегодня собрались силовики. Подразделения полиции, патрульной службы, нацгвардии и пограничники будут усиленно следить за порядком в Одессе вплоть до 9 мая. В СБУ утверждают, в годовщину трагедии провокаторы планировали сразу несколько спецопераций. По прогнозам, желающие помянуть погибших придут сюда же, на Куликово поле. Удастся ли им возложить цветы? Вопрос. В прошлом году, например, площадь была почти целый день закрыта из-за сообщения о минировании. Впрочем, задача номер один сейчас не допустить столкновений между идеологическими противниками, которые наверняка сойдутся в этом месте. На любом языке, под любыми высказываниями, провокаций мы не допустим. Но уже вечером здесь же, у Куликово поле, майдановцы закрасили красной краской барельеф маршалу Жукову, прямо у входа в военкомат. Как им удалось сделать это в условиях, заявленных властями повышенных мер безопасности, вопрос. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности, телеканал Интер, Одесса. В Лондоне массовые аресты. Семеро подозреваемых в терроризме за один день. Полиция провела спецоперацию, в ходе которой ранение получила 20-летняя девушка. При этом были пресечены две попытки теракта. Все подробности расскажет Светлана Чернецкая. Она в Лондоне. Словно сцена из кино. Вооруженные до зубов полицейские и стрельба прямо на улице. Это спальный район на северо-западе Лондона. Я услышала громкие хлопки и выглянула в окно. Тут увидела полицейских с пистолетами и поняла, что это стрельба. Полицейских было очень много, они целились в соседний дом. В ходе спецоперации огнестрельное ранение получила 20-летняя девушка. Она сейчас в тяжелом состоянии в больнице. Под охраной полиции. Ее подозревают в подготовке теракта. Мы были вынуждены применить оружие и немедленно ворваться в дом, поскольку обладали определенной информацией разведки. Так что мы сначала бросили в окна слезоточивый газ. Потом провели аресты. Всего за день провели 7 арестов среди задержанных 27-летний британец Мохаммед Халид Амар Али. Его задержали в самом центре Лондона, возле офиса премьер-министра. В рюкзаке мужчины нашли несколько ножей. Я видел как минимум 5 ножей. И среди них был один, ну очень длинный, как мачете. Выглядел очень внушительно. Лезвие не меньше 30 сантиметров в длину. Уже известно, что Али сдал кто-то из родственников. Сообщил полиции о своих подозрениях. И за мужчиной установили круглосуточное наблюдение. Две группы офицеров под перекрытием вели его от дома до самого центра города, где и провели арест. Али также подозревает в подготовке теракта. Полиция уверена, она предотвратила еще одно возможное нападение. Али задержали здесь, в правительственном квартале, где всегда очень много туристов. Меры безопасности здесь повысили еще месяц назад. Когда буквально в сотни метров отсюда, в результате атаки Халида Масула, возле парламента погибли пятеро человек. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности. Британское бюро телеканала Интер. Ничего не поменялось. Украина поднялась лишь на одну ступеньку. Со 112 на 111 место в рейтинге свободы прессы по версии организации Freedom House. По-прежнему остается в списке стран с частично несвободными СМИ. Почему? Подробнее в материале. Ежегодный отчет был представлен сегодня в Вашингтоне. Особую тревогу у составителей вызывают Польша, где правительство наступает на свободу слова. Турция, где с усилением власти главы государства усиливается и цензура. Россия в связи с попытками распространять пропаганду по всему миру. И впервые за долгое время сами Соединенные Штаты. Freedom House обеспокоен конфликтами администрации Трампа с ведущими СМИ страны. Что касается Украины, то страна получила всего 53 балла из возможных 100. При этом ситуацию в Крыму, где со свободой слова сложно, решили при вычислении рейтинга. В принципе не учитывать, чтобы положение дел на оккупированном полуострове не снизило показатели Украины в целом. В отчете Freedom House особо отмечается, что в Украине по-прежнему остаются факты насилия в отношении журналистов, притеснения и угроз сотрудникам СМИ. А еще организация осудила тот факт, что сайт Миротворец разгласил личные данные многих, в том числе и ведущих зарубежных журналистов. И как негативный фактор отметила поддержку этих действий Арсеном Аваковым и Антоном Герасченко, назвав их поименно. Составители отчета говорят, что на положение страны в рейтинге свободы слова повлияло и убийство Павла Шеремета, которое до сих пор не раскрыто. И ситуация с поджогом нашей службы новостей, где также нет никаких результатов расследования. Напомню, в сентябре прошлого года Freedom House решительно осудила действия экстремистов, которые атаковали здание редакции подробностей. Сотрудники организации также сочли возмутительными заявления советника Вавакова о том, что журналисты якобы сами себя подожгли. С момента этого ЧП прошло уже более полугода, но виновные до сих пор не наказаны. Алексей Пшемыски, Дмитрий Анопченко. Подробности телеканал Интер. И продолжение истории с нападением на нашего корреспондента. По заявлению Кирилла Ющишина, нацполиция открыла уголовное производство. Пока правоохранители выясняют обстоятельства, мы уже узнали, кто такой Дмитрий Мусаилян, обвинивший нашего репортера в терроризме. Все подробности расскажет Елена Миндалек. Дмитрий Мусаилян, внештатный советник губернатора Николая Ванасеси облсовета, схватил нашего журналиста Кирилла Ющишина за руку, грубо оттащил в сторону и отобрал его личный телефон. А после обвинил его в совершении теракта. Какого именно, где и когда, так и не объяснил. Как нам удалось выяснить? Дмитрий Мусаилян, экс-милиционер. В 2000-х работал в одном из РОВД Днепра. Затем в 2007-м занялся предпринимательской деятельностью, открыл юридическую фирму. Но по адресу, где она была зарегистрирована, местные жители ничего ни о Дмитрии, ни о его предпринимательской деятельности не слышали. У нас справки подтвержденные ЖЭКа, то есть у нас такого по 12-й квартире не числится. В 2014-м баллотировался в народные депутаты Украины. Проходил кандидатом по 40-му округу, как самовыдвиженец. Но на выборах не набрал и 1% голосов. Затем занялся общественной деятельностью. Открыл организацию межнациональной единиц. Воевал в АТО. Родители Дмитрия разговаривать с нами не захотели. Говорят, он уже тут давно не появлялся. Он здесь не живет. Здесь вы уж хотите. Давно? Давно. До сколько лет? Года полтора. Сейчас Дмитрий в основном проживает в Николаеве. Почему туда переехал и чем там занимается? Рассказывать не захотел, комментируя конфликт, который произошел в облсовете. Немлагословен, утверждает журналист телеканала «Интер». Провокатор и сам напал первым. Человек вместо того, чтобы простить, извините, подошел к культурной, сказал, извините, пожалуйста, что вы такой? А он не пытался телефоном ударить в нос. По заявлению нашего СОПКОРа полиции было возбуждено уголовное производство по статье препятствований работе журналиста. Сейчас следователи опрашивают свидетелей. На инцидент уже отреагировали в Национальном союзе журналистов Украины. Глава союза Сергей Томиленко резко осудил произошедшее и призвал губернатора Николаевской области, цитирую, выгнать нападавшего. Пока же Алексей Савченко лишь извинился перед нашим СОПКОРом за действия своих подчиненных. Елена Маналюк, Евгений Конецов, подробности, телеканал Интер. В Черкасской области более 200 километров дорог нуждаются в срочном ремонте. На это необходимо более миллиарда гривен. Деньги немалые. Вот только гарантийный срок службы после такого ремонта около трех лет всего. Увеличить его можно, если использовать технологии, которые давно уже обкатаны в Европе. Сегодня дорожники показали, что для укладки асфальта больше не нужны метлы и отбойные молотки. Все это делают машины. Они срезают пласт асфальта, перерабатывают его и сразу же укладывают как основу под новое покрытие. Именно таким образом намерены чиновники и ремонтировать теперь трассы в области. Дорога находится в критичном состоянии. Если сегодня не залучать новой технологии, те, которые мы сейчас видим тут, с использованием ресайтера, не будет тех дорог, потому что идет великое навантажение на дороге. С ключевой суммой, которую про сегодня можно реально говорить, это деньги от перевыкновения митных надходов. Это законопроект, который мы очень долго пробивали. Прогнозирую митница, что эта сумма складывает 645 миллионов. Плюс до этого мы уже имеем 144 миллиона гривен. Это деньги от государственного бюджета. И там же в Черкасах депутаты облсовета от радикальной партии, которого только вчера взяли под стражу, сегодня отпустили под залог в 3 миллиона гривен. Прокуратура обвиняет Александра Короткова в злоупотреблениями служебным положением. По версии следствия, в 2008 году он переоформил государственное предприятие «Тальное хлеб», где работал директором, на свою частную фирму. Компания, которую оценивают в 55 миллионов гривен, оказалась в руках радикала незаконна. Несколько дней назад депутату сообщили о подозрении. Гособвинитель настаивал на залоге равном стоимости актива. Но судья почему-то решил, что и 3 миллионов достаточно для того, чтобы подозреваемый не скрылся. Напомню, шефа этого предприимчивого депутата, лидера радикальной партии, подозревают в незаконном обогащении. И НАБУ, и САП заинтересовало происхождение средств на покупку Олегом Лешко элитной недвижимости. Впрочем, громкое расследование не помешало ему затеять ремонт в новом имении. На днях соседи заметили, как к особняку направляются грузовики со стройматериалами и мебелью. Об этом сообщает ресурс «Страна Юэй». Напомню, поводом для проверки антикоррупционными органами стала недавно приобретенная Лешко и его сожительницей недвижимость общей площадью в 550 квадратов. Эксперты рынка только это имение в элитном поселке под Киевом оценили в 15 миллионов гривен. И это при том, что никто, ни Лешко, ни его неофициальная супруга официально не владеют бизнесом. На вопрос, откуда взялись такие деньги на роскошные приобретения, главный радикал прямо не отвечает. А вот нардеп Надежда Савченко сообщает о том, что однопартийцы Олега Лешко подторговывают голосами. Весенняя сессия под знаком протеста. Депутаты Пассе на этой неделе устроили холодный душ председателю ассамблеи Педро Аграмонту из-за его скандального визита в Сирию и потребовали сложить полномочия. Чем закончилось это противостояние, знает Ирина Иванова. Еще неделю назад, ничего не подозревая, Педро Аграмонт в Дамаске спускался по трапу самолета российского Минобороны. Вместе с ним депутаты Госдумы, которые и организовали поездку. Из-за этого визита Аграмонт был вынужден открыть весеннюю сессию своими извинениями. Депутатам этого было мало. Они начали демонстративно выходить из зала. А уже во вторник устроили председателю и еще двоим участникам поездки допрос на специальном заседании. Почему вы не предупредили ассамблею, что едете в Сирию как сенатор и что могут возникнуть проблемы? Садясь в российский самолет, вам следовало быть мудрее, учитывая ситуацию с Россией в ПАСЕ. Что вы будете делать, когда осознаете, что потеряли поддержку этой ассамблеи и больше не можете работать? Аграмонт сетовал на отсутствие мобильной и интернет-связи в Сирии и на манипуляции российских СМИ, которые преподнесли его вояж как визит председателя ассамблеи. Отчитываться пришлось и представителю Испании Хорди Шукле, который также является докладчиком по украинскому вопросу в ПАСЕ. Прошу прощения за вред, который я причинил этой ассамблее своим визитом. Я был наивен, я совершил ошибку, очень плохо оценивая то, как будет воспринят визит в страну с такой сложной ситуацией. По словам источников, Аграмонт согласился добровольно сложить полномочия, если ему позволят в статусе президента принять короля. Филипп VI и правда без скандала выступил перед депутатами, но президента в зале не было, как и почти на всех заседаниях ПАСЕ за неделю. Прояснить свой статус глава обещал в пятницу. Его очень ждали на закрытом заседании бюро ПАСЕ. Но ни самого президента, никаких левообъяснений участники встречи не дождались. Все мы, члены парламентской ассамблеи Совета Европы, чувствуем себя одураченным и Педро. Мы ждали, что сегодня он уйдет с должности, но этого не случилось. С юридической точки зрения ситуация сложилась патовая. В ПАСЕ пока не существует процедуры импичмента. Все, что смогли сделать в бюро, это ограничить полномочия нынешнего председателя. В связи с отсутствием Педро Агромунта сегодня я возглавил бюро, которое приняло две резолюции. Первое, о недоверии президенту Педро Агромунту. И второе, ему запрещено совершать деловые поездки от имени ассамблеи. Скандал с посещением Сирии далеко не единственный в политической карьере Агромунта. Будучи докладчиком по СЕПу Азербайджану, он подвергся резкой критике за то, что закрывал глаза на многочисленные нарушения прав человека. Бурю возмущения Агромунт вызвал, когда уже на посту председателя предложил вернуть России право голоса в ПАСЕ. Но фатальным для главы стал именно визит в Сирию. Сохранил должность, потеряв лицо. Но надолго ли? В ПАСЕ готовится разработать формальную процедуру отзыва председателя. Вполне возможно, уже следующую сессию возглавит другой политик. Среди возможных кандидатов называют немца Акселя Фишера, одного из нынешних вице-президентов ПАСЕ, который к тому же является докладчиком по украинскому вопросу. Из Страсбурга Ирина Иванова, Владимир Дедов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Язык как камень преткновения. В Македонии протестующие штурмом взяли парламент. В результате ранения получили 109 человек, среди них 20 полицейских. Штурмовать здания, митингующие среди которых были люди в балаклавах, начали как только главой парламента выбрали этнического албанца Талата Джафери. Демонстранты, сторонники бывшего премьер-министра Македонии Николы Груевского, прорвали оцепление полиции и ворвались в здание. Во время столкновения ранили лидера социал-демократов, Зорана Заева и нескольких его однопартийцев. В Брюсселе атаки осудили и назвали неприемлемым любые акты насилия и давления на депутатов. Политический кризис в Македонии, я напомню, продолжается с декабря минувшего года. Правящая консервативная партия и социал-демократы не могут прийти к соглашению относительно требований этнических меньшинств, сделать албанский язык вторым государственным. Акты насилия в парламенте являются неприемлемыми. Мы призываем к спокойствию и сдержанности граждан Македонии. Полиция должна обеспечить безопасность парламента и его членов. Призываем представителей политических партий соблюдать конституцию Македонии и действовать в духе демократических принципов и здравого смысла. Враг номер один, американский госсекретарь Рекс Тилерсон считает, что в будущем Северная Корея сможет нанести ядерный удар по территории США. Он призывает изолировать Пхиньян и требует новых санкций. И не исключает военного решения. Все эти заявления прозвучали в ходе сегодняшнего заседания Совбеза ООН. Глава американской дипломатии считает, что все усилия по обузданию режима Ким Чен Ына терпят неудачу. Он призвал мир сократить, либо вообще прекратить дипломатические отношения Северной Кореи. Огласил, что Вашингтон готовит новые санкции против всех, кто финансово поддерживает КНДР. И открыто предупредил, что при необходимости, вслед за дипломатическими вариантами решения и финансовому давлению будут применены военные меры. Развод по-европейски. Завтра в Брюсселе окончательно решат судьбу Великобритании и ее выхода из ЕС. Как на практике реализуют Брекзит и кто кому сколько останется должен. Елена Зорина обо всем подробнее. Британский эстеблишмент замер в тревожном ожидании. Уже завтра в экстренном порядке в Брюссель съедутся лидеры стран ЕС на повестке дня. Лишь один вопрос. План переговоров по Брекзиту известно, что в документе 9 страниц нового содержания, пока его не утвердят, содержатся в тайне. Но все же некоторые подробности в прессу просочились. В частности, лидеры стран ЕС намерены настаивать на защите прав своих граждан. Как-никак в Великобритании их немало, почти 4 миллиона. Чтобы, несмотря на предстоящий развод, Лондон предоставил им вид на жительство и упростил при этом процедуру. Это касается тех, кто будет приезжать в Объединенное Королевство. Это до 2019 года. И останется там минимум на 5 лет. Еще одно требование Брюсселя – это так называемый счет за Брекзит. То есть бюджетное обязательство, которое взял на себя Лондон до 2020 года. Речь идет о 60 миллиардах евро. Кроме того, выплаты МВФ и Центральному Европейскому банку. Еще один момент – юрисдикция Европейского суда. В Брюсселе считают, что она должна распространяться на Великобританию, по крайней мере, до переходного периода. Политологи прогнозируют, сюрпризов быть не должно. Уже завтра после ланча план переговоров с Великобританией утвердят. Впрочем, в дипломатических кругах Великобритании опасаются, что именно счет за Брекзит может стать камнем преткновения. Главный переговорщик от Лондона Дэвид Дэвис якобы уже пригрозил. После выхода из ЕС британцы не заплатят ни пение. Но последнее слово все же за премьером Терезой Мэй. И уже завтра станет понятно, приемлемы ли для нее предложенные условия развода или нет. Из Брюсселя Елена Зурина, Иван Ермаков. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Украина полностью готова к Евровидению и проведет его на высоком уровне. К такому выводу, после инспекции Международного выставочного центра в Киеве, где собственно и состоится конкурс, пришел премьер-министр Владимир Гройсман. Он осмотрел объект и остался доволен подготовкой. При этом отметил, что выделенные на конкурс деньги используются рационально. Мы имеем прекрасную сцену, мы имеем прекрасную команду. Ну что ж, с такими вот оптимистичными прогнозами от премьеры мы уходим с вами в выходные. Хорошего вам отдыха и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин